Так получилось, что статистика нас не радует. По России примерно 4 миллиона бездомных животных, которые ищут своих хозяев. Мы эту статистику можем сейчас нарушить. И вот есть один представитель у нас в гостях, которого вы можете забрать. Бобби, так хочется сказать, человек замечательной натуры, но это собака. Сегодня у нас в студии по традиции руководитель фонда зоозащиты Анна Вайман и волонтер фонда Оксана Ренёва. И этот прекрасный пёс. Рассказывайте про него. Доброе утро. Вот у нас сегодня в гостях один из наших подопечных, который живёт у Оксаны, у нашего волонтёра дома. Его зовут Бобби. И в октябре ему будет уже года 3. У Оксаны он живёт совсем с маленького возраста. К сожалению, со всем щеночком его постигла печальная участь. Но вот потом он попал в наши добрые руки, и надеемся, что пристроим в хозяйский. Когда он был маленький, его отобрали у выпившего человека, который играл им как мячом. И у него была черепно-мозговая травма, травма лапки. Он лечился. И вот после клиники ветеринарной Оксана забрала его к себе домой. И сейчас она расскажет, как он у неё себя проявляет и как он живёт. Оксан, да. Ну вообще он такой креативный дизайнер. То есть если нужен дизайнер интерьера. Ну давайте, да, перед ремонтом что погрызено у вас? Диван. Диван, ага. Это вот как в той диван-саквояр. Да, корзина-картонка. Ну и вот не совсем маленькая. И вот и маленькая собачонка. Ну маленькая. Маленькая собачонка. Вот она, маленькая собачонка. Так, значит, это больше друг для дома. Это на самом деле друг и для квартиры, и для дома. Только просто у Бобби огромный объём энергии. Больше раз в 10, чем он сам. И поэтому нужно понимать, чтобы для того, чтобы не было вот таких дома уронов нанесённых, им надо много заниматься. То есть он готов. Он человек ориентированный. С ним здорово заниматься. Он слышит. То есть ему много гулять. Если есть дети, но осознанного возраста, потому что он сносит, он ураган. Он сносит, маленьких снесёт от радости. Вот. А если есть детки осознанного возраста, то уже, ну, от 10 лет, я думаю. Команды учиться. Ой, давайте, вот Оксана покажет. О, сидеть. Он говорит, я только с мамочкой так делаю. Ну, Бобби, Бобби, давай попробуем. Бобби, Бобби, давай. Вот. Молодец. Уличка, даёт 5. Молодец. То есть парень у нас очень общительный. Он с другими собаками не очень. Желательно, чтобы он был всё-таки единственным членом семьи. А с кошки? Кошкам изумительно. А, с кошками. Ну вот. То есть единственным собакой в семье. Да. Кошек можно. Потому что он на себя внимание любит перетягивать. Ага. И переживает. Очень здорово, что, ну, это хорошая новость, что у него всё-таки из-за той ситуации, которая с ним произошла в юности, не испортилось отношение к людям. Потому что он находится в нашей студии буквально пару минут, а мы уже влюблены от этой энергии. Невозможно не поддаться, конечно. Заряженный. Заряженный парнишка, да. Так, перечислим. Он уже стерилизован. Конечно. Кастрированный, правильно? Кастрированный. А все прививки тоже есть. Конечно. Что, вот, когда появится такой вот Бобби дома, стоит сто процентов сделать? Ну, то есть вот такие лайфхаки для тех, кто хочет завести собаку, но никогда не было. Что нужно убрать? Обмотать ножки, может быть, чем-то или это не поможет? Нет, ну, первое, нужно позаботиться, во-первых, о том, чтобы это была обеспечена безопасность собаки. Потому что, если вдруг без опыта человек его потеряет, нужно, в первую очередь, перебрести адресник. И это не только для Бобби. Это для каждого. Для всех, абсолютно. Да, потенциального хозяина, наших подопечных. Мы вчера говорили на нашем мероприятии о том, что адресник с вашим номером телефона спасает. Потому что, если собака теряется, мы не будем тратить столько времени и ресурсов на поиски хозяев. Адресник это ошейник? Нет, это такая, допустим, маленькая, небольшая, в виде косточки, допустим, такая пластиночка, на которой гравируется номер телефона хозяина и размещается на ошейнике. То есть такая небольшая штучка. И это очень экономит время, потому что нам некуда забирать. И мы всегда вот с такими головами мечемся, куда же определить собаку хотя бы на ночь, для того, чтобы потратить время на поиски хозяев. Оксана, скажите, пожалуйста, три года он у вас уже, лакомства. Какие он любит лакомства? Все. Он любит все, да. Он, в принципе, всеядный. Но, конечно же, нужно то, что... Вернее, лакомства те, которые можно собакам. Ну, вот он очень любит педикришные лакомства. Всякие косточки, печеньки, вот такое. Игрушки, наверное, сразу же собака, когда появляется дома, да? И вот, мне кажется, мячик ему 100% нужен, чтобы он сам... Мячик нет, он любит мягкие игрушки. Мягкие. Обниматься. Ну, и самое главное, это понимать, что от воспитания, от того, что ты вложишь в собаку, вот такой будет результат. Еще раз напомню, что наши кинологи занимаются с собаками, взятыми из зоозащиты, с большими скидками. У нас заканчивается проект, когда мы, ну, брали и занимались бесплатно. То есть это был полугодовалый проект. Очень много приняло участие в нем хозяев, которые взяли животных у нас. И это было сделано и вообще делается для того, чтобы вы научились общаться и грамотно управлять, ну, договариваться, уметь слышать свою собаку, понимать, и просто жить комфортно. Это не про сидеть, стоять ко мне, это на самом деле про комфортное совместное проживание. Ну, чтобы на один язык выйти. Конечно. Действительно. Ну и последнее по поводу линьки. Ну, линяют, конечно, как и все животные, несмотря на то, что он гладкошерстный, но это два раза в год. Сезонно. Пожалуйста, да, можно обратиться к грумеру, экспресс-линка, и все замечательно. Экспресс-линка? Да, есть такая процедура. Теперь так называется, хорошо. Быстренько. И он уже красивый, и счастливый, и хозяева тоже. Ну что, подводим итоги. У нас есть Бобби, парню три годика. Молодой. Молодой, перспективный, активный. Позитивный. Вот, посмотрите, антенна у него сзади. Чем он ходит до сих пор? Пожалуйста, если вы прониклись, пускай даже через телеэкраны, к этому другу, приходите, звоните, спрашивайте. Что там, Бобби? Что там? Кого-то он там увидел. А что интересно стало всем. Так, девушки, огромное вам спасибо. Надеюсь, мы пристроим этого друга. Бобби, к тебе желаем удачи. Сейчас познакомим тебя с тем, кто пришел в нашу студию и так тебя заинтересовал.